Познакомиться лично с зимним волшебником приехали не только нижегородские школьники, но и дети из соседней Кировской области. Новая резиденция Деда Мороза находится в Затчатской башне Нижегородского Кремля. До этого Деда Мороза не было где остановиться, а сейчас он имеет свою резиденцию, свои апартаменты. Я думаю, что все дети города и области, а сейчас уже записываются из Владимира, из Кирова, из других областей. Это очень приятно, что мы их здесь встретим и отпразднуем Новый год. «Сто ступеней к сказке» – так организаторы называют территорию резиденции. Здесь на разных этажах и горница Снегурочки, и царство нечисти, и, конечно, главный зал – кабинет Деда Мороза. Тут и происходит самое интересное и долгожданное. То, чего дети ждут больше всего. Зеленая, пушистая! Гори, гори, гори! Давайте поаплодируем нашу ерунку! Самые приятные, конечно, всегда подарки. Школьники не скрывают – в первую очередь Дед Мороз должен быть щедрым. Чтобы подарки дарил добрый. Никого не оставлял без подарка. Ответственный. Чтобы никого не забыть. Благородный. Этому Деду Морозу благородства не занимать. Над образом работала целая группа стилистов. Белоснежные борода, костюм по мотивам Кохломы. В общем, нижегородский эксклюзив. Да и ответственности тоже хватает. Целый месяц он будет принимать гостей без выходных – с 10 до 8 вечера. Даже от положенного обеда, говорит, придется отказаться. Волшебные силы помогут. Непростая работа у Деда Мороза. Дед Мороз не уходит в отпуск, даже работая вот эти вот новогодние праздники. Для меня это всегда радость – дарить детям. Они же ждут его. Понимаете, они ждут некоторые вот… Даже вот вы, если вот замечали, они подходят фотографироваться. Они очень нежны, они очень нежно дотрагиваются. Они боятся вдруг что-то не наступить. А бывает ли у нас… И в глазах читаешь, есть ли Дедушка Мороз или нет. И видно, что оказывается есть. Дети признают – сегодня Деда Морозом уже никого не удивишь. Многие гости уже побывали в резиденции новогоднего волшебника в Москве и в Великом Устюге. Но нижегородский дедушка все же особенный. Глаза добрые. Я ездила в Великий Устюг, но там он был по два метра. Хоть Дед Мороз и будет гостеть в Нижегородской резиденции месяц, захаживать к нему часто не получится. Детский билет стоит от 500 рублей. Некоторым взрослым придется выбирать – либо подарок, либо такая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Елена Фролова, Ренат Бигбаев, Объективно, ННТВ.